Насущные проблемы рассчитывают решить жители города Щелково. Регулярно проводятся встречи с руководством Щелковского района, в рамках которой идет поиск решений для наболевших вопросов. В городе Щелково такое мероприятие проходит уже в четвертый раз и неизменно собирает множество неравнодушных жителей. Для чего нужны такие встречи? Для того, чтобы в режиме открытого диалога мы увидели, что волнует вас прежде всего. Наверное, совместно нашли какие-то конструктивные пути решения вопросов. Мы работаем также над многими другими вопросами, над дорожным строительством, над благоустройством, вы все это видели здесь. Но основное, над чем мы работаем, мы работаем над тем, что же для жителей важно. И это мы узнаем на этих встречах. И понимаем, что на этой встрече мы тоже узнаем ту проблему, которую для вас на данный момент самый свободный и будем решать. Спасибо большое, что вы пришли. Наверное, о успехах наших уже сказано все. Основные вопросы – это проблемы. Я вам желаю, чтобы эти проблемы мы решили сегодня конструктивно. На передний план в рамках встречи вышли вопросы благоустройства. Так, нарекания вызвали даже положительные, на первый взгляд, изменения. Неудобства жителям доставили работы по реконструкции улицы Парковая. У нас три дня не было воды из-за того, чтобы на канал там начали что-то прокладывать. Руководство района отмечает – неудобства временные. Масштабный ремонт не может произойти в один момент. Зато результат превзойдет все ожидания. Впервые на улицах города появится полноценная пешеходная зона с велодорожками и даже Wi-Fi. Дома на Парковой, жители которых терпят сейчас неудобства, также не останутся незамеченными. Ваши парковые четыре еще и будет отремонтирован фасад, будут отремонтированы балконы, подъезды, прилегающие территории. Для того, чтобы был такой вещь культурный ансамбль вывели, чтобы нам нестыдно было, извините, нам много приезжать в рубежных делегаций. К дню города, к 11 сентября, этот участок улицы Парковых будет веден в строй. Я думаю, вы видите, неудобства, не будете испытывать. Обсудили и ход благоустройства во дворах. Площадка около дома номер 16 на Пустовской пострадала во время строительства нового детского сада. Как будет решаться этот вопрос по поводу благоустройства нашего двора? Разные планы на этот участок земли, но вот то, что от детского сада вниз идет, встает забор, будет полностью снесен. Там будет спланирован, а архитектурная форма площадки будет восстановлена. Достаточно остро прозвучали и вопросы экологии. Вот у нас легкоглядьма протекает по городу. Она превращается в болото. Если вам это известно, то принимаются ли какие-то меры к ее очищению? И в каком состоянии у нас очистные сооружения сейчас? Реконструкция очистных сооружений продвигается прямо сейчас. Установлено новое вздуходубное оборудование, монтируется вентиляция над местом сбора неочищенных стоков, которая должна избавить жителей от неприятного запаха. Сейчас система очистки в норме. Все это необходимые условия для генеральной уборки реки Клязьмы. Ее включение в федеральную программу по очистке рек Подмосковья. Такие данные озвучил приглашенный руководством района на встречу председатель комитета Мособолдумы по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии депутат Владимир Шапкин. Там есть серьезные условия. Прекратить сброс неочищенных вод в реке. После этого окна открывается финансирование. Недавние сильные дожди выявили еще одну острую проблему. Состояние ливневой канализации в городе неудовлетворительное. Хотелось бы, чтобы выделяли внимание дорожники ливневой канализации. Потому что, к сожалению, видимо, этот вопрос если бы упущен. Как пример, Пустовская улица, которая практически все протяжение после каждого дождя превращается в огромную лужу. У нас с 1 августа выходит на подряд организация по очистке ливневого. И зайдемся в Пустовской. Мы знаем эту проблему. Ждем выхода. Всего на встрече свои вопросы озвучили более 20 жителей города Щелково. В будущем вы нас вот этими вопросами мотивируете и даете нам возможность планирования. Самая главная идея, которую мы закладываем в эту встречу, это доверие друг к другу. И мы в любом случае не сразу, но добьемся. И вы увидите, как мы влияем на те обращения и на ту критику, которая идет из зала. Вы приходите и говорите, выражаете свои эмоции, задаете свои вопросы. Вот эти встречи будут регулярны. Спасибо вам за то, что вы сюда пришли. Вы люди неравнодушные, потому что вы подсказываете то, чего мы, может быть, каких-то мелочах не видим. Следующая встреча с жителями города Щелково состоится 28 июля. В 18.00 в зале театрально-концертного комплекса «Славия» ждут всех неравнодушных. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».